Здравствуйте подписчики моего канала, зрители данного видео. Столкнулся с такой проблемой. Гусята в возрасте уже около двух месяцев начали вдруг. В один прекрасное утро, в одно непрекрасное утро, проснулся, а они все крылья поопускали, чмошные какие-то, и выходить не хотят. Меня это очень сильно возмутило. Я поехал к Айболиту и спросил, от чего Айболит заболели гусята. Айболит говорит, надо их пропоить этим самым антибиотикам широкого спектра, также с наличием коксидиостатиков. Вот я взял вот такую вот штуку, бравоформновую. Но в принципе, лучше, конечно, в идеале поехать, спросить, вам подскажет. Потому как это все меняется и очень часто. Ну, суть в чем, мои гусята буквально на второй день, после того, как я пропоил, надо было поить их три дня, а не пять дней по-моему, поить. Они буквально на второй день уже, они себя начали чувствовать настолько хорошо, что я там допою вот этот пакет, он стоил там 75 гривен. Вот видите, одна столовая ложка на 10 литров воды пять дней пропаивает. За сколько, ну, Илюха, дня за два, наверное, три дня поил, ты чинен, даже? Пять дней поил. А, так ты пять дней поил, да? Да. Ну, на второй день уже эффект был настолько хороший, что, в принципе, они сразу стали чувствовать себя очень неплохо. Поэтому не прозевать этого момента зачастую, потому как коксидиостатик вообще постоянно присутствует в ихнем помилоте везде. И они очень восприимчивы, да, молодые, особенно до трех месяцев они восприимчивы. Когда они становятся постарше, они просто переносчиками являются. Соответственно, им как бы не это самое. Сейчас, секундочку. Поэтому не ленитесь, увидели там какие-то ненормальные реакции, они там крылья поопускали, сгорбленные все, сгерошенные, да. Ну, вид у них нездоровый, вот реально нездоровый. Соответственно, делайте выводы, надо срочно принять меры. Самая действенная мера – антибиотик. Ну, я, конечно, не спорю, что, возможно, им надо там какую-то, я не знаю. Лизму из самогона поставить. Ну, я не стонен к таким крайностям. Просто едем в ветаптеку и говорим, как сериалы, антибиотики широкого спектра, желательно скоксидиостатик. Ну, чтобы, либо просто от коксидиоза можно пропоить. Ну, лучше широкого спектра. Я же говорю, вот это свойство, средство, бравоформное, порошок для правильного застосования. Мне очень хорошо помогло. Буквально в тот же день, вечером, они уже стали на людей. На гусей похожи. Поэтому, если посматриваете на свое стадо, если вдруг какая-то проблема, не отчаивайте, сразу в обморок не падайте. Они могут начать и дохнуть, конечно. Но если вовремя, ну, как вовремя, не затянуть, пропоить, все будет нормально. Они очень хорошо восприимчивы к антибиотикам. Лечение очень хорошо. Причем, птица крупная, у нее жизненных сил много. Процесс не так, как у цыплят. Утром зашел, а вечером зашел что-то скучное, а утром уже передохли все. Эти нет. Эти твари еще, о, заяц, я вижу. Он там живет? Сколько? У нас он, смотрите, сейчас. У нас он, дитя и кроли. Сейчас. Дальше. Не знаю, будет ли, да не будет. Где-то вот там. Рыжий кролик. Так вот. Внимательнее будьте. И если вдруг видите какие-то, ну, начало каких-то проблем в здоровье, сразу используйте, ну, в моем мнении, лучший антибиотик. Это будет стопроцентное, как бы, попадание. Если это, конечно, не какой-то там жесткий вирус. Ну, так как у меня, я живу в краю, где гуси не очень в почете. Единственное, у меня соседи гусей развели, увидев, как я гусей развел. Ну, надо сыщь, надо будет, надо будет развести какой-то дряни, чтобы я не развел. Да наливаю уже, что ты их там издеваешься. Ходишь в уродцы. Процесс заливания галанды. А на них, подойди. Ну, вот тут нахуй вообще, капец, залез в воду и все. Жадно. Ну, сейчас пойдут постиг, если вы мне, а, кстати, не пишите там мне, у меня в комменте, я просто в шоке был. Мне пишет коммент, пишет человек, говорит, хозяин у тебя плохой. У тебя, говорит, а на кого, на гусе, говорит, гуси очень жадно едят траву. И я просто в шоке был. А что, если у меня все жадные в семье, я и гуси, что я виноват из этого? Они говорят, жадно едят, ты их не кормишь. Конечно, я их не кормлю, они сами кормятся. Короче, все, давайте будем закругляться, а то я так любитель потрандеть. Суть видео заключалась в том, чтобы следить за своим стадом, если вдруг, не дай бог, начинают болезненные какие-то проявляться симптомы, тут же используем. Ну, я, ну как, я небольшой доктор, но вызываю, ну, процентов на 90 случаев будет антибиотик поможет. В остальных действиях они в любом случае сдохнут. Поэтому вы не расстраивайтесь, едем, берем антибиотик широкого спектра, желательно с коксидиостатиком, зная, что эта болезнь у них всегда, везде, они всегда подвержены ей, если чем-то болеет, коксидиостом точно есть. Соответственно, антибиотик поможет. И никаких проблем, я думаю, не будет. Я вообще надеюсь, никаких проблем с вашими гусями не будет. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, всего доброго.